Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио, и сегодня мы поговорим об осколках господства. Расскажу вам о замечательном аддончике, который не позволит случайно удалить какой-либо самоцвет, расскажу о садбонусах, расскажу о самих камушках и поговорим о улучшении этих камушков. Ну что ж, начнём. Начнём, пожалуй, сразу с модификации, потому что очень часто встречается такая проблема, что люди случайно как-либо удаляют этот осколок господства. Путём просто-напросто вставки одного камня поверх другого. Ну, знаете, как ювелирные камни. Типа, вы же ставите новый камушек, старый удаляется. Тут механика точно такая же. Старый камушек вам не вернётся в сумку. Что нужно для этого сделать? Для этого нужно для начала подойти к костоплаву Гирмиру и купить за 2500 стиги предмет под названием «Резец ожога души». Извлекает осколок господства, вставленный в гнездо вашего предмета. Да, мы можем юзать вручную этот осколок, конечно же, из сумочки. То есть кликаем правой кнопкой, открываем нашу любую вещицу, где уже вставлен осколок господства, кликаем левой кнопкой мыши и осколок этот помещается нам в сумку. Вот он. Всё замечательно, всё классно. То есть таким же рангом, в целостности, в сохранности он помещается нам в сумку. Это классно, это круто, но этот процесс можно автоматизировать и ускорить. Замечательный аддон под названием «Domination Socket Helper» позволит нам быстрее работать с этими камнями. Открываем shift правой кнопкой вещицу, куда мы можем вставить гнездо господства. И снизу у нас имеются все самоцветы, которые мы можем вставить. Мне нужно вставить осколок «DIS». Вставляем его, нажимаем «Применить». Всё замечательно, он вставлен. Если мы хотим его вытащить, мы нажимаем «Remove». Он вытаскивается, помещается в сумку. Хочу опять его вставить, опять нажал, опять нажимаю «Применить». И всё, то есть всё замечательно. Пока у меня лежит осколок в сумке, давайте поговорим сразу о улучшениях этих самоцветов. Чтобы их улучшать, мы также подходим к гостоплаву Гермиру и тратим наши стигийские угли, которые мы набрали в святилище господства. И нам нужен, конечно же, изначальный осколок. У этих осколков имеется много рангов. Для того, чтобы получить первый ранг какого-либо самоцвета, мы должны убивать боссов в святилище господства. И таким образом мы получим осколочки. Ледяные, нечестивые, кровавые. Чтобы получить второй ранг этого самоцвета, нам уже нужно потратить 5 угольков. Далее, чтобы получить третий ранг самоцвета, нам нужно потратить 15 угольков. Чтобы получить следующий ранг, нам нужно потратить 30 углей. Ну а чтобы получить финальный ранг какого-либо осколка, нам нужно потратить ещё 50 углей. Таким образом, 5 плюс 15 плюс 30 плюс 50 равно 100 угольков. 100 углей для того, чтобы апнуть один самоцвет максимально. Это, конечно, большое число, но со временем оно наберется. Теперь поговорим о сет-бонусах у этих самоцветов. Всего их три. Первый, кровавый, активируется с помощью нагрудника и вставки трех кровавых самоцветов. Второй, ледяной, активируется с помощью плечей и вставки трех ледяных осколков. А третий, нечестивый, активируется с помощью надевания шлема и вставки трех нечестивых осколков. Чем выше по рангу наши самоцветы, тем лучше мы получаем какой-либо бонус. Например, у меня надет нечестивый комплект. Три самоцвета, нечестивая шапка, все классно, он работает, так как имеется бонус проклятия хаоса. И чем выше ранг самоцветов, тем больше. Финальный дэмэдж, который делается при накоплении 15 эффектов. И чем выше ранг, тем больше основная характеристика, которая дается как при накоплении зарядов, так и при финальной вспышке. На текущий момент что у меня получается? Осколок дис четвертого ранга, осколок зет четвертого ранга и осколок от третьего ранга. В тот момент, когда я осколок от, то есть когда потрачу 30 углей, мой комплект полностью будет четвертого ранга. И основная характеристика, и дэмэдж, и та основная характеристика, которая дается финальная, вырастут. Само собой, вещей с гнездами господства имеется больше, чем три. Не только шлем, не только плечи, не только нагрудник, которые доступны для абсолютно всех типов брони. Также имеются и другие две вещицы, которые отличаются у каждого типа брони. Например, у латников это запястья и перчатки. У кольчужников это ступни и пояс. Касательно ткани, касательно кожи, ничего не скажу. Откройте атлас подземелий, полистайте лутс боссов, и сами все прекрасно увидите. Таким образом, вы можете, например, не полутать плечи, и спокойно вставить четыре осколка господства, и в целом неплохо себя пока что чувствовать. Но в идеале, голова, плечи, нагрудник всегда у вас будут с гнездами господства. Ну и другие две вещицы, как уже было сказано ранее. Чем больше осколков господства, тем лучше. Они реально сильные, они реально классные, и они дают очень и очень много урона. Насчет аддона рассказал, ссылочка на него будет в описании для скачки. Насчет сет бонусов тоже все рассказал. Насчет рангов самоцветов тоже все рассказал. Ну и насчет вещичек тоже. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!